Реинкарнация. Давно хотел сделать обзор на это аниме. Вообще, этот тайтл является, по идее, самым первым Иссекаем. И это очень сильно ощущается, потому что дьявол в мелочах. И здесь отлично видно то, что автор хотел написать не просто Иссекай, уже закрепощенный в аниме жанр, а хотел написать историю о Инселе, который переродился в иной мир. Это видно по самому началу. Горничная не понимает, почему ребенок ведет себя так странно. Мать же говорит, что ну он еще пиздюк и ему еще все это можно делать. А главный герой подглядывает за девочками, за матерью горничной, потому что у него шишка воспоменяется, как Фокусима. Таким образом, нам накидывают мысли о том, что он ведет себя так из-за того, что переродился, а не из-за того, что он нихуя не понимает. И тут появляются мысли, а один ли он такой? Чел, который переродился и ведет себя так, потому что может позволить. Может, карапузы все в прошлой жизни бетарды, которые сейчас кайфуют? Может, мы все были бетардами, но забыли это в детстве? Никто ведь не помнит особо своего прошлого. Также есть такой момент, что герой признает жизнь чеховским ружьем. Когда учит языки, он это делает, потому что может позволить. Но в будущем ему это приходит на пользу. Главный герой персонаж забавный довольно. В прошлом он стал хиконом из-за того, что его в школе раздели классом и угорали. Страх уходит, как только сядешь на коня. Че это за класс такой, пацаны? Вот даже те, кто любят поприкалываться над толстыми, кому вообще приходило раздевать лужика и угорать потом? Че за странные приколы какие-то? По ходу аниме чел снимает с себя маску хиканства. И кстати, снова небольшой демон в мелочах. Ведь перехождение в этом аниме буквально начало конца. Потому что черта боязни выйти из своего дома, покрова хитиного, она пиздец как присущая пиздюку, который выходит в жизнь. Как все складывается в этом аниме в плане сравнения человека, у которого мир, жизнь и так уничтожена с младенцем, только начавшим свой путь. Убирайся отброс! Также автор этого сюжета создал мир более кровавый, аморальный, нежели в других истекаев. Смотришь такой Экезера и просто хуеваешь от того, насколько уебищные, блядь, диалоги. Бля! Я сначала думал, что это Нурван Сабуков у них так разговаривает, а будто объебался гашишом, а по итогу там каждый так говорит, будто перечитал мятную сказку с метро 2033. Что сказать про других героев? Ну там в сине бутс, у одной вообще жопа каменная, ходят слухи, что она умеет ломать анальные пробки. Кстати, эта тема перерождения здесь довольно забавно от иных истекаев раскрывается. Ты смотришь Резера, герой считает, что-то ну нихуя не видишь, что они какие-то бетарды, хиканы, а последний вообще алифач какой-то. Ведь по сути главный герой начал реально как-то разбиваться. А ведь скорее всего, если бы любой другой родился в том мире, и он был бы каким-нибудь крестьянином, либо же жизнь не особо ложилась, и ему захотелось вступить в Suicide Squad, и он переродился в наш, он бы реально тоже начал бы развиваться, потому что он захотел бы жить. Ощутил надежду. Ну вот поднимается вопрос. А как ощутить эту надежду, не делая суицид? Как ощутить глоток свежого воздуха без беленькой? Как ее ощутить, если тебе тёлки не дают? Ведь если посмотреть на это аниме, то он телепахнулся к семье, где его всему учили, где были везде секс Тян. Он воровал у красивой учёки трусики, завел зеленовал... 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 Зеленовал Суитян стал охуенным магом. Это то же самое, если бы в нашем мире телепортнулся чел к богатому или же почётному, уважаемому человеку. Крестьянин. И ему с детства ебанули охуенный характер, дали жопасту Суитян и так далее. А почему никто не сделал это иссякай, в котором главный герой телепортируется в тот же мир, где он не получает жопастых сучек, а начинает заново проживать, но уже другими методами осознаёт жизнь русскую? Ох, блядь.